Час в час, минута в минуту, радио «Болтком». Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Болтком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь после долгого перерыва программа «Культ Просвет». И я очень рад, что я снова здесь в студии в очном формате после долгого, скажем, зум-перерыва или зум-формата, который многим из нас надоел. Но в любом случае, я надеюсь, что мы с вами продолжим нашу беседу здесь в студии на протяжении нескольких месяцев. Будем анализировать состояние, в котором мы находимся. Я имею в виду длительную пандемию, которая длится уже более года. Мы все устали от нее, многие из нас раздражены. Все тяжелее принимать и понимать решения правительств, потому что они все очень разные, хаотичные. И во многом мы понимаем, что в Европе все еще царит и логистический хаос, который связан с тяжелыми рамками и графиком вакцинации, с недостатком вакцин, с различными теориями заговора и так далее. Иными словами, мы сейчас являемся свидетелями чего-то нового, неизвестного до сих пор. И в то же время многие из нас рефлексируют по этому поводу, пытаются анализировать ситуацию. Я думаю, что очень важно, чтобы мы с вами принимали в этом участие, следили за тенденциями, за развитием общественных дискурсов и, скажем, пытались создавать новый формат общения после пандемии, потому что когда-нибудь она закончится, надеясь, вскоре. Я также надеюсь, что сегодня вы будете принимать участие в нашей дискуссии по телефону. Напомню, телефоны прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. Также номер WhatsApp и SMS 206191. Пожалуйста, присоединяйтесь, мы будем ждать ваших звонков. В студии сегодня также мой коллега-звукорежиссер Родион Золотарев, который обеспечивает наш эфир с технической точки зрения. А в формате Zoom на некотором расстоянии все еще из-за формата пандемии находится наш гость, доктор гуманитарных наук, доцент Латвийского университета, философ Игорь Губенко. Игорь, добрый день. Здравствуй. Здравствуй, Денис. Здравствуйте все. Хорошо, ты слышишь нас. Я вижу, что есть некоторые замирания и некоторые опоздания, но очень интересно, что ты говоришь, не раскрывая рта. Это очень интересная новая форма общения в Zoom с несколькими секундами отставания. В любом случае, я очень рад, что ты нашел сегодня время. Я знаю, что тебе как педагогу нелегко уже на протяжении года встречаться со студентами в формате Zoom. Поэтому я хотел бы начать нашу сегодняшнюю беседу с личного вопроса. Скажи, пожалуйста, как прошел этот год? Чувствуешь ли ты какую-то динамику восприятия того, что с нами происходит? Ощущаешь ли ты какие-то повороты, какие-то новые эмоции, которые у тебя появляются? Потому что год – это действительно очень долгое время, время, в которое мы вынуждены были попасть без каких-либо четких прогнозов, когда мы выйдем или вернемся к старым формам общения. Каков был этот год для тебя? Год, несомненно, был очень разным. Если попытаться как-то рассортировать мой опыт на позитивный и негативный, то вот в этой негативной, отрицательной колонке, в первую очередь, я, конечно, назову усталость, большую усталость, такую всеобъемлющую усталость, у которой, казалось бы, нет конкретной причины. Но с ней как-то, я думаю, я в этом ни одиноко, ни уникален, мы все с ней как-то справляемся. Что касается положительных возможностей, которые эта ситуация предоставила, в первую очередь, я думаю, это такая очень философская практика, самопознание, познай самого себя, гнот, хисеаутон. Это была такая максима, которую древние греки тоже постоянно повторяли и практиковали. И вот, мне кажется, эти очень необычные обстоятельства, в которые мы все попали, они как раз стали прекрасной ситуацией, прекрасным фоном для того, чтобы как-то лучше познать и понять себя вот в этой новой реальности. И что-то, действительно, какие-то выводы сделать относительно, я не знаю, того, что в жизни важно для меня, а что, может быть, не так важно. В этом смысле я считаю, что пандемия для тех, кого она не затронула самым таким отрицательным образом, конкретно те, кто не стали жертвами этого вируса. И я не болел этим вирусом, по крайней мере, у меня нету, так сказать, никаких не было симптомов ни в один момент, и нет антител, из чего я делаю вывод, что он меня миновал пока что. Соответственно, вот для тех, кто не был подвержен вирусу как таковому, мне кажется, самый положительный момент в этом всем, это, конечно же, возможность как-то себя по-новому узнать, себя и окружающих, и также проверить на прочность, ну, будем, что называется, честны, проверить на прочность, в том числе отношения с близкими людьми, с менее близкими людьми, потому что это, конечно, такой тест, который, я думаю, ну, если мы его пройдем успешно, то мы можем гордиться собой. Благодарю тебя за ответ. Я позволю, может быть, немножко углубиться в твою реплику. Ты упомянул познать себя как одну из задач, которую выдвигали еще античные философы и мыслители, но познать себя даже сейчас, в этот период якобы затиши, довольно тяжело из-за большого потока информации, которая все-таки обрушивается на нас, даже хотя бы, если мы говорим об одном конкретном, скажем, аспекте, например, прививки, график вакцинации, истории всевозможных, скажем, эффектов после вакцинации, теории, которые рассказывают о том, насколько опасна одна прививка и насколько безопасна и эффективна другая, страх перед конкретными прививками, нежелание прививаться и так далее, и так далее. Скажи, пожалуйста, что в этом периоде на протяжении года стало для тебя наиболее, может быть, позитивным и глубоким открытием или, может быть, какими-то новыми мыслями, с которыми ты теперь можешь жить дальше уже, когда все-таки пандемия закончится? Приобрел ли ты что-то за этот период? Именно что-то, нечто позитивное для себя, да? Да, да, нечто позитивное для себя, что-то новое и глубокое, да. Ну, да, как бы немножко развивая вот эту тему самопознания, я бы сказал, что я начал, по крайней мере, для себя лично разрабатывать некую такую новую этику, ну или не этику, прагматику, вот как раз обращение с всеми цифровыми устройствами, потому что, ну, действительно, пандемия волей-неволей нас всех уже и до того, долгие годы мы были пользователями смартфонов, компьютеров и так далее, пандемия заставила нас намного глубже в них, так сказать, засесть. И, действительно, она, мне кажется, показала, что эти устройства – это не только какие-то вот гаджеты, которые отделены от нас, что-то внешнее, а, в принципе, это как бы экстернализация нашего сознания, да? То есть вот в телефоне, да, в экране компьютера, в принципе, моя жизнь. Я во многом уже без этих устройств, ну, как будто бы и не дееспособен, что ли, да, отдыхать, допустим, и наслаждаться каким-то свободным временем я могу, а вот работать без них совершенно нет. И это, конечно же, палка о двух концах. С одной стороны, все очень удобно, все очень быстро происходит, да, и расстояния, скажем так, исчезают, потому что мы можем легко общаться с человеком в любой точке земли и так далее. С другой стороны, это зависимость, зависимость, которая только усугубляется. В зависимости, ну, хотя бы в том смысле, я не имею в виду в смысле надко-зависимости обязательно, но хотя бы в том смысле, что моя жизнь без всего этого, она уже как бы и невообразима, да? И я скажу, что вот какие-то такие довольно радикальные шаги пришлось для себя сделать, потому что в один момент мне показалось, что я уже очень сильно меня засосало туда, в этот виртуальный мир, да? И мне как-то захотелось установить границы, да, там, условно говоря, лимитировать свои, ну, скажем так, в своем, экранное время, как это называется. Ну вот и позитивный вывод таков, что это получается, и что, в принципе, это отнюдь не вредно. Например, установить какие-то фильтры, какие-то даже блокирующие программы на своих устройствах, чтобы, допустим, ты не отвлекался, и чтобы в долгую, так сказать, в длительной перспективе вот эти новые привычки вырабатывались без какого-то вот, без рефлекса постоянно открывать телефон, смотреть, там, я не знаю, кто полайкал мои фотографии в Инстаграме и так далее. То есть, ну, вот конкретно я убрал с телефона извещение о вообще со всех социальных сетей, да, если кто-то меня лайкнул или, наоборот, что-то негативное высказал, то я об этом узнаю в тот момент, когда у меня будет время, а не в середине рабочего дня или в середине отдыха на экране. Я тоже, в принципе, вышел из Фейсбука на телефоне и вхожу теперь туда очень редко, только тогда, когда вижу, что кто-то конкретно обращается ко мне или выражает какой-то комментарий. Но в то же время, если мы сейчас выходим за границы твоего личного, я, и смотрим, что происходит вокруг, обрати внимание, что, может быть, возрождаются некоторые старые формы, скажем, социализации, но в новых условиях, в новых форматах. Например, восстановилась культура прогулки, пешепрогулки вдоль каналов, может быть, по променаду или там в лесопарках и так далее, и так далее. Люди стали больше устраивать какие-то мероприятия и форматы во внешнем мире на свежем воздухе, даже у нас в холодном балтийском климате. Не кажется ли тебе, что мы немножко, благодаря пандемии, может быть, отдалились не только от коммуникационных технологий, но и от нашего передвижения, скажем, потому что не секрет, что многие из нас обленились и, скажем, используют даже автомобили для совсем недалеких поездок и прогулок, или, может быть, даже в магазин, а теперь люди все больше и больше передвигаются пешком. Обнаружил ли ты восстановление каких-то старых, скажем, еще, может быть, доиндустриальных форм общения? Прогулка, мне кажется, является одним из таких примеров. Именно прогулка с кем-то, да? Да, да, это то, что, да, вот не городское фланирование, да, а именно вот природа, скажем, некий такой немецкий романтизм. Ну, данных у меня, конечно, нету по этому поводу. Я их не видел. Я не знаю, собираются ли они. Но если, вот опять же, судить из моего информационного пузыря по тем же социальным сетям друзей и знакомых, возможно, да, наблюдается то, что прогулка сделалась неким таким ритуалом. Хотя многие ее практиковали уже и раньше, да, я многих таких людей знаю, которые действительно проводят время на свежем воздухе и проходят какие-то невообразимые для меня там дистанции по 20 километров в день пешком вдоль моря, например. Все это было и раньше. Но, возможно, действительно, все-таки сидение в заперти, да, к которому предрасполагает эта новая жизнь. Если мне не нужно выходить из дома для того, чтобы попасть на работу, то с большой вероятностью я и не выйду из него. Да, возможно, эти обстоятельства, они как-то толкают нас к тому, чтобы больше проводить время, в том числе и вместе на свежем воздухе, чтобы свои тела, которые остаются без движения весь день, действительно как-то выводить куда-нибудь подальше и открывать новое что-то, то есть совмещать как свежий воздух, так и какие-то новые интересные объекты или маршруты, да. В Латвии очень много возможностей для этого, несмотря на суровый климат, и эта зима, наверное, порадовала многих опять обильным снегом и холодом и так далее, но все-таки очень много мест, куда можно отправляться и на машине, например, за пределы города, и там гулять. То есть, возможно, да, это такой некий новый тренд, и нам стоит после пандемии ожидать только его возрастания. Я хотел бы в любом случае этого, потому что я опасаюсь того, что в каком-то смысле, особенно для молодых людей, для тех, кто, ну, как бы digital natives, да, которые, ну, уже родились, вот в этом мире цифровых устройств, для них, возможно, все-таки пандемия стало каким-то таким поводом еще больше туда, ну, скажем так, обосноваться именно в этом виртуальном мире, да, и как-то все свое общение максимально виртуально делать. Я думаю, те, у кого растут дети, там, подростки и еще младшего возраста, они знают какой-то иногда, какой-то вызов, так сказать, и проблема, и сложность этого ребенка действительно, ну, как-то добиться того, чтобы он пошел погулял во двор, например. Игорь, у нас... То, что делали дети моего возраста, всегда, а сейчас ребенок сидит дома с гаджетами. Игорь, у нас звонок есть, давай примем его. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый день, Александр, меня зовут. Очень приятно. Вот все это, конечно, хорошо, но давайте немножко поговорим о том, как помочь пожилым людям, которые не могут купить этого гаджета, у которого дома нет интернета. Они как бы от этого мира немножко сейчас вот в эту пандемию отстранены. Вот даже получить им, например, посылку или пенсию, и надо встать в очереди сейчас на почту, видите, какие там очереди. Да, очень большие. Но это ненормально вообще. Вот расскажите, пожалуйста, в своей передаче, как мы можем помочь пожилым людям адаптироваться в эту жизнь. Потому что от семей и выше им очень сложно уже войти в эту систему. Вот как-то по-другому. Может, какие-то организации есть общественные. Даже в магазин людям тяжело ходить. Понимаете? Спасибо. Да, большое спасибо. Да, это очень важный вопрос, потому что во всех странах Европы, да и мира, собственно говоря, эта возрастная категория страдает больше всего от изоляции. Именно из-за того, что эта группа находится как раз в категории высокого риска. И одиночество этих людей во всевозможных домах для престарелых людей или, допустим, просто одинокие люди в своей собственной квартире, они действительно испытывают как бы несколько уровней одиночества и исключения. Игорь, скажи, пожалуйста, я понимаю, что наша дискуссия сегодня не может дать какие-то конкретные советы, но один все-таки можно дать. На самом деле, дигитализация, скажем, или введение пожилых людей в технологическое пространство тоже, возможно, это происходит. То есть есть, например, инициативы всевозможных организаций пенсионеров, которые сами как бы учат друг друга. И если кто-то обрел эти знания, то он их передает как бы своей возрастной категории, на своем, условно говоря, языке своего возраста, и на тех понятиях, которые более близки этому человеку. Это одна версия, которую я слышал, следя за этой темой в немецких СМИ. Скажи, пожалуйста, может быть, у тебя есть комментарий для нашего радиослушателя на эту тему? Мой комментарий, он будет таким, не комментарием эксперта по этой теме, конечно же, просто рационально рассуждая. Есть ближний круг. У большинства все-таки людей, условно говоря, в возрастной категории 65+, есть родственники или некие, ну, близкие люди, которые могут озаботиться тем, чтобы, например, купить этот гаджет, да, пусть это будет какой-то более упрощенная модель, но все-таки я могу сказать, что мои родственники, ну, категории 70+, они все очень активно пользуются и соцсетями, и телефонами, и всем чем угодно. Возможно, поэтому я сам эту проблему так индивидуально в своей жизни не ощущаю. Второе – это самоорганизация, да, на общественном уровне, то есть какие-то инициативы, в которых люди объединяются и помогают, ну, более так адресно уже, например, вот, одиноким пенсионерам, да. Ну, третье – это, конечно, государство и социальная поддержка, какие-то специальные механизмы, рассчитанные на этих людей. Безусловно, пандемия, она ударила жестче всего по пожилым людям во всех смыслах, да, и, возможно, мы как-то забываем об этом. Мы, ну, те, кто, не знаю, у кого нет пожилых родственников настолько, или, ну, просто те, кто заняты своими проблемами. Я думаю, что по всем этим трем линиям как-то нужно максимально работать нам, да. То есть если есть какая-то инициатива на тему поддержки пенсионеров, я думаю, было бы здорово также, например, о ней услышать, может быть, и в радиоэфире как-то проинформировать тех, кто готов был присоединиться и как-то содействовать. Ну, то есть участие, да, участие в решении общих проблем, проблем менее защищенных наших со-граждан. Я думаю, это прекрасно. Ну, я должен сказать своему стыду, что я не то что не участвую, я даже не знаю, у меня нет информации о таких инициативах, так что я тоже очень с большим удовольствием бы что-нибудь более подробно об этом узнал. Я думаю, что первое, что приходит мне в голову, это, конечно же, в конкретном городе представители Думы, там есть всегда социальные департаменты, которые могут дать информацию о социальных работниках, которых можно, что называется, прикрепить к конкретному адресу, к конкретному пожилому человеку, к которому они могут прийти, принести продукты. Наверняка можно оформить каким-то вариантом и доверенность на получение, допустим, посылок и так далее, если есть хоть какие-то родственники или, может быть, соседи. Иными словами, я думаю, что социальные работники, конкретное самоуправление, ну и, конечно же, общество пенсионеров на местах, которые тоже, может быть, обладают знаниями для подобных инициатив или могут хотя бы помочь. То есть очень важно не сколько, допустим, принести и подключить какой-то конкретный аппарат, а сколько просто, чтобы человек не выпадал действительно из хоть какого-либо общения и у него был доступ к информации. Теперь я хотел бы, может быть, перейти на, скажем, более абстрактный уровень, но он тоже очень важен для нас. Я хотел бы начать с того, что, коротко упомяну, что, например, в Германии, где тоже растет нетерпение и раздражение по поводу довольно сложной, медленной политики вакцинации в государстве, возникло движение, которое называется Querdenker или так называемый «поперек думающие», если их так можно перевести. И среди этих людей есть довольно много участников демонстрации и протестов, которые являются сторонниками теории заговора, о том, что прививки, что вирус, во-первых, не существует, если он существует, то он придуман в каких-то лабораториях, то, чем увлекался безумный Трамп, который, к счастью, стал уже прошлым, политическим прошлым, и так далее, и так далее, что происходит тайное чипирование, что за всем этим стоит, значит, компьютерный монстр Билл Гейтс и прочее, прочее. Но это такая короткая выжимка из самых популярных версий. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь подобные движения, неважно, как и на каком языке они называются, но так или иначе, у этих движений в разных странах есть общее. Это люди, которые принципиально не доверяют политике государства и не доверяют науке. Ты представитель академической культуры, пусть и не медик, скажем, ты гуманитарий, но так или иначе, ты один из тех, кто создает и, скажем, восстанавливает или меняет общественные дискурсы, темы и анализирует это. Скажи, пожалуйста, о чем говорят подобные движения и то, что они набирают рост и в смысле количественном, и, конечно же, все более и более новые вариации на тему заговора? Я думаю, это огромная угроза для человечества, для государств, для общества во всем мире. Я считаю, что теория заговора как форма не только мышления, но и такого коллективного объединения, это действительно феномен, который нужно изучать, возможно, более интенсивно, чем это делалось до сих пор. Я считаю, что рассмотрение теории заговора должно стать обязательной составляющей всех программ по критическому мышлению и по, ну, то, что в латышке называется информации про АТИБа, информационной грамотности, наверное, по-русски. Другими словами, развитие теории заговора это большая-большая проблема. И, безусловно, мы, в том числе в Латвии, я думаю, в следующем году в ходе парламентских выборов мы также увидим, что эти движения, они будут иметь определенную, будут конвертироваться, скажем, в политическую реальность, что тоже пугает. И ты сказал, что Трамп в прошлом. Я надеюсь, что он в прошлом. Мы не можем быть уверены. Технически он может участвовать в следующих выборах. И если конкретный Дональд Трамп в прошлом, значит ли это, что условно-коллективный Трамп тоже в прошлом? Возможно, Трамп и трампизм это такая новая парадигма политики популистской, которая останется с нами дольше, чем многим бы хотелось. И в этом смысле пандемия, ну, это только повод. Да, вакцины, в принципе, тема здоровья, медицинских услуг. Это такие тоже излюбленные, мне кажется, объекты для теории заговора различных. И антивакционные движения, ничего нового. То есть в этой сфере тоже пандемия скорее не родила каких-то новых явлений, а интенсифицировала те, которые уже наблюдались ранее. В то же время я хочу ответить... Игорь, у нас звонок есть, еще один звонок. Прости, пожалуйста, что прервает тебя. Послушаем радиослушатели. Пожалуйста, добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Можно я свои пять копеек ставлю? Теория заговора, это как последствия. А в следствии чего вообще появилась теория заговора? Она повышала из теории поколений. То есть есть группа людей, скажем, от 30 до 50, которые участвуют в этой теории заговора. Молодежь в ней не участвует, и люди за 50 тоже не участвуют. И вот корень кроется в теории поколений. И у них эти суждения не только в вакцине. На любую тему они будут... Это я такой. Я буду думать поперек. Потому что наша молодость, наше развитие попало на 90-е годы. И мы, к сожалению, умрем, но мы всегда будем делать так. После того, как пройдет вирус, я буду искать теорию заговора в нашем правительстве. Спасибо большое. На самом деле, это вовсе никакие не пять копеек. Это очень хороший вопрос. Вопрос на рубль. Потому что, на самом деле, да, наш радиослушатель прав. И это, я думаю, возможность для нас после небольшого перерыва, который вот-вот наступит, поговорить о том, а почему такие теории появляются. То есть они не появляются на пустом месте. Что-то ферментировалось, бродило, перебродило. И в результате вот появился такой Трамп, который использовал теории заговоров. И ты прав, трампизм как таковой не исчез. Он может вполне вернуться в другом образе, неважно в мужском или в женском. Абсолютно неважно, откуда этот человек произойдет и какого, скажем, цвета кожи будет этот человек. Но это скорее принцип. И он возник, конечно же, вследствие некоторых ошибок и либеральной культуры, или, может быть, некоторой подслеповатой культуры, которая не заметила целый ряд социальных рисков. Ну что ж, тогда мы сейчас уходим на короткий перерыв. Игорь, прошу тебя остаться в эфире. Мы продолжим через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы вернулись в студию. Напоминаю, что сегодня у нас в рамках программы Культ Просвет в гостях доктор гуманитарных наук, доцент Латвийского университета, философ Игорь Губенко. И в первой части нашей программы мы уже обсудили некоторые его личные впечатления и опыт нахождения в пандемии в рамках целого года. Мы выслушали интересные реплики наших радиослушателей. И последняя реплика создает мостик ко второй части нашей программы. На самом деле вопрос о том, почему возникают подобные движения, почему они становятся столь популярными, почему на их волне политики создают блистательную карьеру и, условно говоря, на белом коне въезжают в парламент или становятся президентами. Иными словами, что мы не заметили долго ли или на коротком протяжении, что мы, как общество, упустили, и почему вдруг возникли подобные формы коммуникации, которые, в принципе, нас как бы отбрасывают в период еще до условного просвещения. Это, конечно, тоже один большой стереотип, но у меня есть такое ощущение, что мы действительно вернулись в период до того самого пресловутого просвещения, которое верило в вечный прогресс, в наше продвижение вперед, в создание интеллекта, который принесет нам всем счастье, интеллект, который поможет нам освободиться от тьмы, от предрассудков и так далее. Все это, кажется, исчезло. Игорь, каковы твои впечатления? Может быть, если попытаться набросать некоторый диагноз или список ошибок? Я, кстати, думаю, говоря о просвещении, что в целом теории заговора, они где-то являются таким постпросвещенческим феноменом, а именно каждая теория заговора подразумевает как будто бы такое критическое сомнение в истинной подоплеке происходящего. И это роднит на самом деле такие теории с критическим мышлением в духе просвещения, которое универсально признается чем-то важным, позитивным. То есть это своеобразный побочный продукт? Я бы так схарактеризовал, да, конечно же, нужно, поэтому я считаю, что очень важно анализировать, причем в деталях, такие теории, чтобы демонстрировать, ну, допустим, молодым людям особенно, где происходят вот эти сдвиги и такие скачки, прыжки в аргументах, да, и в какой момент мы видим, что приверженцы этой теории, они просто, ну, как сказать, они забывают о фактах и они начинают просто слепо следовать какой-то своей вере. Да, в принципе, это такая квазирелигиозная вера на самом деле. И, ну, я думаю, не случайно ряд подобных теорий и ему тоже, ну, скажем так, благоволят верующие люди. Я не хочу прямо как-то ставить знак равенства, но все-таки, да, та же, это тоже движение противника вакцинирования, ну, мы знаем, что многие из них используют религиозные аргументы, в том числе, против того, чтобы вакцинировать кого бы то ни было. Что касается причин конкретно в нашей ситуации, да, ну, я думаю, что причины, конечно, нужно искать в дискурсе общественным, медийным, то есть теории, предположим, что некоторые из них возникают где-то в низах, да, но, безусловно, они приобретают свою популярность, потому что они распространяются по новым каналам, которые теперь любой может, так сказать, оседлать, я имею в виду, те же социальные сети, да, где очень большие проблемы с фильтрованием информации, мы знаем, как это сейчас очень разными способами, так сказать, аукается нам, да, и это очень важный вопрос, как вообще отличить правду или научные, скажем так, научно обоснованные утверждения от прочих, да, и это, ну, безусловно, интерес конкретных политиков, популистов, которые апеллируют к своему потенциальному электорату и позиционируют себя противниками эстеблишмента, то есть существующей, да, ну, по большому счету, либеральной демократии, да, то есть, как правило, это правые политики, которые указывают на существующий условно-либеральный консенсус, предположим, что такое, с таким, мы, как бы, имеем дело на протяжении последних десятилетий, и говорят, что вот эти, вот эта политическая система, она вас, да, дорогие сограждане, ввергла вот в то жалкое положение, в котором вы находитесь. Я думаю, что здесь, конечно, просчет в некотором либеральной, так сказать, элиты, а именно, те люди, которые наиболее рьяно поддерживают таких политиков, мне кажется, что они просто были забыты, да, в какой-то момент, пока, скажем так, они не стали проблемой, о них просто все забыли, и, видимо, решили, что, ну, эти люди не влияют на погоду, и поэтому, что они думают, да, какие идеи у них рождаются в голове, и как они относятся к окружающей реальности, это не важно. Сейчас оказывается, что это важно, и это ставит под угрозу в принципе, я считаю во многом демократию как таковую в западном мире. Игорь, у нас есть еще один звонок радиослушателя, он долго пытается нас, скажем, достичь. Пожалуйста, вы в эфире, добрый день. Пожалуйста, говорите. Видимо, все-таки не удалось нам встретиться в эфире. Не выдержал. Да, но в любом случае, продолжим нашу дискуссию. Вопрос, а как же попытаться вернуть науке репутацию? Потому что ведь 20 век доказал, что наука, к сожалению, в тоталитарных режимах является служанкой, и неважно, из какой области, гуманитарии обслуживали режимы, и медики тоже обслуживали режимы, когда нужно было кого-то ликвидировать, и как мы знаем, в некоторых недалеких от нас странах медицина все еще служит некоторыми средствами для исключения оппозиции. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то попытки, допустим, в общественных дискурсах вернуть науке репутацию? Еще у нас есть один звонок. Давай этот вопрос оставим пока на потом. Дадим возможность высказаться нашим радиослушателям. Пожалуйста, вы в эфире, прошу вас. Добрый день. Добрый. Мне кажется, что вообще все эти теории заговора это все-таки полусказки. Дело в том, что, на мой взгляд, все идет от безответственности и не только политиков, но и людей, занимающихся наукой. И надо, ваш гость все говорит так, без примеров. А я хочу пример привести живой. Прошло больше полутора лет, как обнаружили вирус COVID, и до сих пор никто не может сказать историю его происхождения, даже не историю, а суть, то ли он естественный, то ли он искусственный. Но на этой теме все наживают себе ну не только деньги, а капитал определенный, в том числе и ученые, до тех пор, пока вся эта когорка будет безответственной, в том числе политиков, министров и так далее. И опять живой пример, госпожа Линкеля, которая целый год рассказывала, как в Латвии борются с COVID, как это все приведет к победе и так далее. А сегодня выяснилось, что ничего не делал человек, абсолютно, абсолютно ничего, кроме вреда. Спасибо большое. И какой пользы не придется. Благодарю вас. Но, при этом она осталась абсолютно безнаказанной, а то, что она ушла из министров, так это ее ответственность перед самим собой, а перед народом таки. Будут новые выборы, и снова она будет баллотироваться куда-то, и снова ее, наверное, изберут по одной причине, что больше не будет кого-то другого. Тот, кто будет против нее, все будет врагом народа. Спасибо большое. Благодарю вас. Да, значит, наш радиослушатель задал вопрос, вернее, очень остро критиковал науку и роль науки в ситуации с ковидом. Игорь, пожалуйста, твой комментарий, который, в принципе, соединяется с моим вопросом. Как вернуть науке репутацию? Можно ли это сделать? Да. Я надеюсь, что это возможно, хотя, конечно, мы видим на примере ковида как раз, что конкретные, скажем так, как будто бы научные утверждения, которые берутся на вооружение, ну, опять же, политиками, администраторами, они в итоге становятся, в принципе, ну, не совсем соответствующими, опять же, научной истине. Я, например, помню, что в самом начале пандемии утверждалось, что носить маски – это практика, которая защищает окружающих от вас, но не защищает вас от окружающих. Потом в какой-то момент все-таки выяснилось, что не совсем так, просто вот такая информация на уровне, мне кажется, Всемирной Здравоохранительной Организации распространялась как раз потому, что был кризис этих масок, их недостаточно было, да, и медицинскому персоналу в первую очередь они были нужны, поэтому распространялись вот такие, ну, не совсем соответствующиеся действительности версии. Опять же, что касается вакцин сейчас, да, ну, говорите все, что угодно про антиваксеров и про, значит, про теории заговора, но то, что ряд государств приостановил вакцинирование конкретной вакциной, да, все-таки это легитимный повод для любого человека задуматься и, так сказать, ну, начать сомневаться. Я не хочу сказать, не готов признать в этом смысле, что утверждение, да, что все вакцины одинаково хороши и одинаково безопасны, что оно совершенно не проблематично в том контексте, когда конкретные страны принимают тоже с участием экспертов такие, ну, скажем так, по крайней мере временные меры, да, допустим, при остановите употребление конкретной вакцины. Как этого избежать? Как вернуть престиж науке? У меня нет рецепта, у меня нет рецепта, но я думаю, первое, это, конечно же, не использовать научные, научное знание в каких-то манипулятивных целях, не прикрываться наукой, когда речь идет о политической прагматике, о политических каких-то расчетах, да, мы знаем, тем, что политики очень часто аргументируют, так сказать, как такое алиби выдвигают мнение экспертов, но мне кажется, нужно действительно так себя вести только в случаях, когда экспертный консенсус лежит в основе конкретного решения политического. Благодарю, у нас есть еще несколько звонков, примем их. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Кстати, о науке. Недавно промелькнуло сообщение о том, что ученые определили, что вот все эти добавки в пищевые продукты с буквой Е еще там какие-то, они не способствуют деторождению, то есть человечество все больше становится бесплодным. Я, конечно, в теории заговора не верю, но вот если соединить вот эти добавки и веру, что возникает мысль, может кому-то действительно выгодно очистить землю от людей. Спасибо. Благодарю. Ну вот еще одна очень интересная версия, которая как раз приближает нас к теориям заговора, но у нас в нашем распоряжении осталось еще около 10 минут, я бы хотел немножко вернуться к будущему, но перед этим примем еще один звонок, потому что звонков сегодня неожиданно много. Пожалуйста, вы в эфире, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Я свято верю в теорию заговора. Во-первых, надо почитать Аллена Даллеса, что он сказал о славянах вообще, что Гебельс писал, что Гитлер писал. Да, при чем тут славяне? Ну, почитайте Гебельс, что сказал этот самый Аллен Даллес, что Гебельс сказал. Поэтому это написано, и таких идей очень много существует. Потом, что вы и дыманы, что Шнора про нас говорит. Я правильно понял, что вы считаете... Простите, я прерву вас. Я правильно понял, что вы считаете, что ковид это заговор против славян? Ну, я не считаю, что против человечества ведь есть такие определенные круги, которые мечтают о золотом миллиарде. Есть такие? Это написано на бумаге. Хорошо. Люди написали, мы хотим, чтобы жил миллиард, не больше. Спасибо большое за вашу версию. А там китайцы, славяне, это один, как говорится... Хорошо, спасибо большое. И еще один звонок. Можно я кратко прокомментирую про золотой миллиард? Да, но мы уже подключили радиослушатели. Да, мы уже подключили радиослушатели, сейчас прокомментирую чуть позже. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. День добрый. Добрый. Вы знаете, вот я еще думаю вот о чем. Ну, теория заговора, не теория заговора, но то, что можно использовать в данной ситуации, если ее не родить, а просто использовать с ковидом, то можно очень жестко ее использовать. Смотрите, наше одно из соседних государств, которое разработало своих несколько вакцин. В самой разработке вакцины участвовали как великие и очень сильные компании по вирусологии. Также участвовали там же не скрывают военные. Ведь понимаете, что? Да я назову конкретно это Россия. Вот почему вот эти вот я просто, это мое мнение, очень страшно, очень страшно уколоться российской вакциной. Нет гарантии, что при этой политике всей там не заложено лет через 5, 7, 10 начнется, скажем, ДНК, спираль ДНК переходить в параллельные прямые. Человек раздуваивается. То есть беда в том, страшно, что нету, что не использована это была ситуация во вред человека, в уничтожении своих как бы в кавычках врагов. Вот в чем дело. Спасибо большое. Благодарю вас. Игорь, вот целый спектр страхов, версий. Теперь, я думаю, ты смог бы их прокомментировать. У тебя есть эмпирический материал в рамках одной конкретной передачи. Да, чудесно. Про спутник, про вакцину российскую я скажу, что по моим наблюдениям многие жители Латвии как раз очень хотят привиться именно ей. Если уж прививаться, то ей. Было бы интересно получить, кстати, данные. Я не видел, возможно, такие уже собраны. Вот какой процент вообще латвийцев хочет как раз привиться именно этой вакциной, потому что доверяют ей больше. Да, что касается того, через сколько-то лет. Игорь, прости, вопрос, не является ли это желание привиться спутником некоторой новой формы продолжения нашей этнической трещины в латвийском обществе. То есть мы не доверяем, условно говоря, министру здравоохранения Латвии, мы доверяем спутнику, потому что он, условно говоря, наш, он наш. И вот что бы это ни означало. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно видеть как раз результаты, например, соцопроса по этой теме и тогда смотреть, только ли русскоязычные стремятся получить укольчик спутника или не только. Я подозреваю, что, возможно, часть латышей тоже доверяют больше вот этим разработкам, чем каким-то там другим. Что касается золотого миллиарда, по-моему, совершенно дурацкая теория, а зачем, собственно, уменьшать количество жителей на земле? ведь люди, которые живут, они работают, они создают какую-то там ценность прибавленную, они потребляют, они покупают, да, и не забудем, что, если вот спрашивать, кто нажился на пандемии, ну, одно имя, которое приходит на ум, это Джефф Безос, и конкретно это компания Амазон, да, это розничная интернет-торговля, да, большой магазин, в котором можно купить все, что угодно, да, и, безусловно, в условиях ограничений именно интернет-торговля очень поднялась, он очень хорошо заработал на этом. Это не значит, что Джефф Безос, например, стоит у истоков ковида, потому что факт, что кто-то оказался в выигрышных позициях в этой ситуации, он не отменяет того, что ковид это очень опасная, так сказать, вещь. Если мы предполагаем, что кто-то разработал ее искусственно в своих целях, то понятно, что это очень опасная игрушка, потому что, ну, никогда не можешь знать, как это аукнется тебе самому. В этом смысле тоже нельзя исключать вариант, что, допустим, в лабораторных условиях этот вирус как-то убежал и заразил людей, но говорить о том, что он искусственно создан, мне кажется, опять же, это одна из теорий заговора, которая не имеет... Очень коротко у нас осталось буквально несколько минут. Я хотел задать тебе вопрос из области футурологии. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, если мы сейчас пофантазируем, какие новые формы коммуникации могут возникнуть после пандемии? Вот когда-то мы выйдем все из наших дигитальных цифровых пещер, может быть, снова вернутся театры, оперы и так далее, то есть все то, чего нам сейчас так не хватает, путешествия. Изменится ли что-то? Появятся какие-то новые гибридные формы общения? Какие-то новые формы социальной солидарности? Как ты думаешь, если пофантазировать? Я думаю, гибридные формы как раз появятся. Я бы не стал очень, так сказать, надеяться на полное возобновление нашего традиционного общения, такого телесного, скажем, присутственного. Я думаю, что вот эти все ограничительные барьеры прозрачные, да, плексигласы, которые установили в магазинах и в других общественных местах, они и после пандемии останутся, да, и вот какое-то представление того, что слишком близко, например, с незнакомыми людьми находиться в одном помещении, какая-то некая тревожность или такая эпидемиологическое какое-то сознание, мне кажется, что оно надолго с нами. Да, возможно, действительно, там в самолетах будут вот эти пустые места теперь, и в залах театральных тоже будут как-то рассаживать в шахматном порядке людей и впредь, да, что касается новых интересных форм, вот каких-то таких, которые хочется испробовать, я пока, честно говоря, не вижу и не могу представить, да, все испробовали Zoom-вечеринки, сначала это казалось интересно, иного, сейчас, мне кажется, все уже устали, все работают по Zoom-у, и это удобно, я думаю, мы будем продолжать проводить рабочие собрания чаще в этом удаленном режиме, что касается отдыха, путешествий, опять же, все-таки, я думаю, да, люди будут искать способ как-то по-настоящему, в реальной жизни именно наслаждаться и общением, и каким-то передвижением, но с ограничениями, которые неизбежно останутся, то есть, я думаю, что эта печать такая пандемическая, она на нас всех останется еще надолго. Благодарю, Игорь, за сегодняшнюю возможность общаться с тобой и получить некоторые твои рефлексии, спасибо большое нашим радиослушателям за возможность участвовать, слышать ваши голоса, ваши версии, это было очень интересно, и спасибо вам большое за активный эмоциональный комментарий, и я благодарю также моего коллегу звукорежиссера Родиона Золотарева за то, что помогал обеспечить нам сегодняшнюю беседу в формате Zoom, напомню, сегодня в гостях у нас был доктор гуманитарных наук, доцент Латвийского университета, философ Игорь Губенко, мы продолжим с вами комментировать эту ситуацию, рефлексировать на тему пандемии и того, что произойдет после нее, большое спасибо всем радиослушателям за внимание, и мы встретимся с вами снова через неделю. Благодарю и до свидания. Вы слушаете Субтитры создавал DimaTorzok